Всем привет-привет! С вами Мина Дукова. Сегодня я вам расскажу про медицину в Германии. Про настоящую медицину. Про случаи, которые случаются с обычными людьми, у которых обычная медицинская страховка. Случай номер один. Называется «Как умрете, приходите». У моей подруги, у сына трехлетнего обнаружили полипы в носу. Чаще всего у него начинался насморк, после этого переходило на уши, и он очень сильно болел, и ему приходилось принимать антибиотики. Ему сказали, необходимо вырезать полипы. Раньше, чтобы записаться на эту операцию, плановую, обычную и быструю, необходимо было месяц или два. Потом понадобилось уже три месяца, а сейчас, с прошлого года, необходимо ждать несколько месяцев. Им дали термин, термин – это запись на операцию, на сентябрь месяц. До этого месяца он должен был ждать. В мае месяце ребенок в очередной раз заболел. До этого он болел раз в месяц стабильно, принимал антибиотики. В мае месяце, когда он снова заболел, и снова стал принимать антибиотики, ему становилось все хуже и хуже. У ребенка высокая температура, началась рвота, и он чувствовал себя очень-очень плохо. Антибиотики не помогали. Последнюю неделю, перед тем, как все это случилось, в четверг, они поехали в неотложку. В неотложке его посмотрели, сказали, ну, ничего, все нормально, пейте антибиотик, и отпустили домой. Ребенку все хуже и хуже. На следующий день, в пятницу, они поехали в другую неотложку, в другом городе. Их тоже посмотрели и сказали, езжайте домой. В субботу ребенок уже лежал, воду, которую он употреблял, она у него сразу выходила, и ребенку становилось все хуже и хуже. Состояние было практически у него бессознательное. У них есть медицинская страховка, они позвонили на горячую линию. Врач там сказал, срочно звоните в скорую помощь. Чего вы ждете, когда ваш ребенок потеряет сознание и умрет? Они так и поступили. Позвонили в скорую помощь. В скорой помощь им сказали, что вы от нас хотите. Езжайте в больницу. Они говорят, ну, как же нам ехать в больницу, когда нам сказали вызывать скорую помощь. В скорой помощь ответили. А какая разница, приедете вы сами или приедем мы? У нас все равно, кроме фельдшеров, в скорой помощи никого не будет. Езжайте сами. У этой подруги случился нервный срыв. Она начала плакать. На что ей на другой стороне провода ответили, ну, если вы хотите, мы, конечно, приедем сами. Муж не выдержал, громко-громко выргался, бросил трубку телефона, и они поехали в неотложку. В неотложку они приехали. В этот раз их приняли не так долго, не ждали. Посмотрели и сказали, да, вас нужно класть в больницу. И выносят им бумажку. В этой бумажке было написано, что нужно ехать в другую больницу. Они говорят, зачем ехать в другую больницу? Мы же уже в больнице. На что им ответили, у нас нет мест. Пришлось им забрать ребенка и приехать в другую больницу. Где ему, где он просидел в очереди три часа, его приняли наконец-то и положили в больницу. Спустя еще час ему стали, поставили капельницу. На следующий день пришел главный врач этой больницы, этого отделения, и сказал, вашему ребенку необходимо сделать операцию, удалить полипы. Я общался с врачами отдела ЛОР, по-немецки это Хайно. Ему нужна, конечно, эта операция, ему только она поможет, но у нас нет записи. Не хватает врачей, и поэтому мы вас выпишем. Они сняли обезвоживание и выписали больного ребенка обратно. И вот, наконец-то, алилуйя, в сентябре месяце его прооперировали. Так что, когда вам говорят, что медицина в Германии, она очень хорошая, да, она хорошая, если у вас, не дай бог, будет рак или какая-то сложная операция, вам помогут. Но до этих операций надо еще дожить. Всем пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!